Привет, друзья! Осень, время сажать луковичные цветы для обновления. Кто-то пересаживает, кто-то не пересаживает. Я каждый год тюльпанчики выкапываю, просушиваю, а осенью высаживаю. Вот так вот выглядит моя грядка тюльпановая. Пока они козисты, красиво будет, когда они, конечно, зацветут. Так как у нас орудуется лепыш, который любит есть луковичные, муж мне сделал вот такие вот клетки. Длинные сетчатые ящики. И так как у нас почва суглинистая, без мужской помощи не обойтись, он выкапывает мне по периметру большую ямку, в которую я уже устанавливаю вот эти корзины. Дно просыпаю почвой просеянной и песочком. Просеиваю с помощью простой коробки. Выкопанную землю насыпаю и трясу, 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 трясу над всеми этими ящиками и получается хорошая мягкая земля. Так, ну, у меня каждый сорт вообще идет по цветам расписан. Во время просушки он у меня упакован в конвертики, подписан, а потом я их разделяю кирпичиками. Такой мой ситрый способ. А только уже, когда зацветут, я их отдельно подписываю, чтобы знать на осень, чтобы их не перепутать. А излишки раздаю друзьям. Вот так вот. Ну что ж, все мои тюльпанчики разложены, которые будут в следующем сезоне цвести. Что ж, друзья, начинаю играть в копателя, точнее в закапывателя. Пока-пока. Ну вот, друзья, уже завечерело, точнее почти стемнело. Красный закат, точнее остатки заката, потому что солнца уже нет. Не знаю, видно или нет, весь хутор в дымке. Ну, то ли костры палят, потому что речка не горит, не горит наша речка. Просто, наверное, делают уборку в огородах и палят траву. И все в легком дымке. Ну вот мои тюльпанчики посажены. Так как земля просеянная, пушистая, завтра слегка пролью водичкой с леечки, чтобы она осела. И потом, если надо, еще досыпать земли. Потому что глубина, высота земли надо луковицы должна быть где-то равна тройной высоте луковицы. Тут примерно я знаю, что у меня должно оставаться две клеточки от сеток. Это я замеряла. Я знаю, что две клеточки остаются, значит глубина нормальная. Ну кое-где делаю с запасом, потому что земля осядет. И там по-любому надо будет еще досыпать. Вот так, друзья. Что ж, говорится, будем живы-здоровы. Увидим, что на следующий год будет в моей коллекции цвести. Ура! Еще один этап огородных дел, цветочных дел выполнен. Все, спокойной ночи, друзьями. Друзья, при свете дня хотела показать, как симпотненько выглядят мои грядочки с тюльпанчиками. Но все равно даже здесь в экране какая-то дымка, потому что это вокруг. Все, видите, перецы другого берега не видать. И трассы не видать обычно. Если я тут снимаю со своего огорода, вам видно, как проносятся машины. Сегодня у нас туман. Да, утром петухи пукарекают. Вот такое вот у нас туманное утро. Тихо, красиво. Да, собаки-петухи. А ну-ки, мои эти панчики тут закопаны. Потом уже туман рассеется, станет потеплее чуть-чуть. И уже, как и обещала, как и собиралась, пролью землю. Вот такая после просеивания симпатичная грядочка. Вот так вот. Сейчас, кстати, вам покажу вот эту сеточку. У меня одна осталась. Вот так выглядит вот эта сетка-корзина. Сейчас на пенек поставлю. Вот видите, из оцинкованной проволоки муж сделал вот такие вот длинные корзинки. Они больше годятся для разведения тюльпанов. Я их, как говорится, размножаю, доращиваю в них детки. Вот так вот они выглядят. Конечно, на грядочку это не очень симпатично. Точнее, на газончик, на клумбочку. Для клумбочек, конечно, можно использовать пластиковую защиту. Красивые, кругленькие корзины, которые продаются. Как говорится, для разведения, чтобы вредителя с четырьмя лапками не сожрали тюльпанчики. Вот такая вот корзиночка защищает. Вот так вот, друзья. Ну что ж, пока-пока. Пошла я домой, иду так с сыром. Осень. Все.